Обещанного устали ждать жители Красной Речки. Еще год назад дорогу к домам и детскому саду власти обещали капитально отремонтировать. Но ситуация до сих пор не поменялась. И люди вынуждены по грязи и ямам идти несколько сот метров. Быть или не быть ремонту, выясняла Наталья Приходько. Жители Красной Речки недовольны состоянием дороги. Это улица Вилюйская и каждый день здесь проезжают сотни машин. Мы своими собственными руками, вот, жители, тягали кирпичи, засыпали и так далее. Ну сколько мы можем сами ремонтировать эту дорогу? Есть же ответственные лица, есть же какие-то... Есть, есть. Ну тут по идее надо какой-то уклон сделать, чтобы вода стекала именно в ливневку. Грузовики, вы сами видите, какие грузовики едут. Это вот возят продукты в детский садик, мебель и так далее. Оказывается, эту дорогу приводили в более-менее надлежащее состояние в прошлом году. Тогда власти открывали здесь детский сад после капитального ремонта. Из городского бюджета денег на ремонт не хватило, поэтому помогло правительство края. Его первые лица на тот момент проезжали по этой дороге и она выглядела намного лучше. Товарищ Шпорт, бывший губернатор, обещал, что 90% этой дороги будет сделано в прошлом году к открытию этого детского садика. Я бы хотел, чтобы люди посмотрели, как было открытие этого садика. Губернатор сел на машины, уехал, а все сюда же были приглашены, гости еще все. Детишки шли в тапочках, в это время шел дождь. Их переносили вот с этого поворота, переносили до школьной калитки. К сожалению, открытие детского сада снимала у нас пресс-служба мэрии города, поэтому у нас видео вот этого нет. Как они сделали, извините, это смех и панорама. Вот когда осенью, в сентябре к открытию сделали, сколько просуществовала она в таком состоянии? Не помоляю. Они вот тут вот сначала отсыпали, знаете, вот как снимают с асфальта вот это вот, отходы. Вот это отсыпали и все. Вот это все, весь ремонт. А сейчас, смотрите, тут что творится, тут все поразбивали. А мы страдаем, потому что мы вот здесь все живем. Но стоит отметить, что дорога не только в ужасном состоянии, но и опасном. Если маленький ребенок сюда споткнется, упадет, он может покалечить ногу, вывернуть. А скоро вот это все провалится. А что там внизу? Канализационно. Канализация идет, да. И там метров шесть, наверное, глубина. Надо размер показать. Может и автомобиль, и ребенок туда завалится и так далее. Вы сами видите, какие... Вот эта шахта идет, вот она вот, вот она идет, вот. Буквально по всей дороге. Когда дожди, здесь все, ну, совсем плохо. Тут бурлит, как будто горная речка. Дорогу прямо, как горная речка бурлит. Все, это камни сносит, это все размывает. Вы видите сами. Народи называют негрекианского гетто Красной речки. Вы понимаете, вы видели где-нибудь такую дорогу? Неважно, в каком районе люди живут, нужно, чтобы внимание уделялось всем одинаково. Зачем мы будем жить, платить налоги на эти дороги, все, и плохо жить? Мы сделали несколько звонков в управление дорог и внешнего благоустройства администрации города. Сегодня руководство ведомства оперативно прокомментировать нам ситуацию не смогло. Но по телефону представители ведомства заверили нас, что после нашего визита сюда прибудут специалисты управления и проведут оценку состояния дороги. После чего будет принято решение либо провести здесь ямочный ремонт, либо поставить эту улицу в план на проведение капитального ремонта. Наталья Приходько, Илья Васильев, Большой город Лайф.